Девушки отдыхают Посмотреть товарищеский матч Локомотив, футбольный клуб Родина Первый зарубежный сбор Лока завершает именно сегодня Для ФК Родина сбор будет еще продолжаться неделю Локомотив уже успел сыграть контрольную встречу С успехским клубом Удиткором И вы эту встречу видели Она завершилась в ничью 1-1 А Родина играет в этом межсезонье свой первый матч И вот в каких составах соперники начинают эту встречу Состав Локомотива Вратарь Илья Лантратов 22 номер, новичок команды В прошлой игре против Удиткора он дебютировал Отыграв весь второй тайм И отыграв на ноль Сегодня он впервые в составе Локомотива Выходит в основе Еще раз подчеркиваю, у него 22 номер на вратарском свитере Далее полевые Наир Тикнизян, 71-й, 59-й Егор Погоснов Дмитрий Баринов, капитан команды Шестой номер Антон Миранчук, 11-й номер Франсуа Камано, 25-й Иван Игнатьев, забивший в предыдущей встрече После передачи Миранчука Будет играть под девятым номером Иван Кузьмичев, 20-й Дмитрий Живоглядов, 2-й Даниил Куликов, 69-й И Михаил Щетинин, 17-летний полузащитник Лока Сегодня выходит с первых минут Михаил Галактионов Новый главный тренер Железнодорожников Локомотив будет играть в своей традиционной форме Зелено-красный Ну и в светлой форме Будут сегодня выступать Игроки футбольного клуба Родина И вот в каком составе Родина начнет эту встречу Вратарь, 21-й номер Даниил Баринов Далее полевые Павел Аликин, капитан команды Третий номер Девятнадцатый Руслан Байтуков Тридцать шестой Артем Воропаев Пятнадцатый Дмитрий Шадринцев Шестой Руслан Фищенко Тридцать четвертый Олег Дмитриев Астамир Грудюшенко, 72-й номер Семнадцатый Мухаммад Султонов Амур Кламыков, 91-й номер И под 33-м номером играет бразилец Уэсли Главный тренер Родины Дмитрий Парфенов Все у нас готово Прекрасная погода Солнечная И я так Окидывая взглядом вот эту картинку Не вижу, чтобы было уж очень ветрено Вот, например, во время предыдущего матча Локомотива И тучи были И казалось, вот-вот дождь пойдет Или, быть может, даже гроза случится Но этого не произошло Но ветер там задувал посильнее, чем сегодня В общем, условия для проведения этого контрольного матча Весьма и весьма комфортны То, что касается состава Локомотива Его можно сравнить с предыдущим товарищеским матчем Еще раз напомню Против узбекского бунеткора сыграли ничью 1-1 Достаточно быстро железнодорожники забили Уже на десятой минуте После стандарта, после углового Миранчук здорово подал штрафную И выиграл борьбу Высоко выпрыгнув И здорово пробив головой Направил мяч в ближний угол Иван Игнатьев К сожалению, Локомотиву не удалось развить успех Хотя были хорошие моменты Как в первом, так и во втором тайме Во втором тайме состав был полностью изменен Но вот на исходе первого тайма Получили вот этот пресловутый Так называемый гол в раздевалку Железнодорожники А во втором тайме уже счет не изменился Ничья 1-1 И сегодня Михаил Галтионов делает 5 изменений Назову вам тех игроков Которые как несколько дней назад Выходили в старте В основном составе Так и сегодня Это 18-летний центральный защитник Погоснов А также капитан команды Баринов 17-ти Нет, прошу прощения, щетинь Тогда выходил на замену А также Тик Низян И сегодняшний атакующий трио Миранчук, Игнатьев, Комано Встреча только что стартовала Ворота Родины слева Ворота Локомотива справа Ну и сразу же можно перейти К расстановке железнодорожников Она мне известна В центре обороны будут действовать Молодые защитники Погоснов и Кузьмичев На флангах обороны Тик Низян И Живоглядов В центре поля капитан Баринов Неподалеку от него Скорее всего чуть левее Куликов Правее Щетинин И атакующий трио Центрофорвард Игнатьев, Миранчук Левее, Комано правее Еще раз подчеркиваю Для Родины, для команды Дмитрия Парфенова Это первая товарищеская встреча Родина приехала двумя составами на этот сбор Объединенные Аравские Эмираты И основным Который вот сейчас как раз и начинает эту встречу Товарищескую против Лока Но приехала еще и вторая команда И она уже провела контрольный матч Против местного клуба Выиграла со счетом 4-2 Но тут надо обратить внимание на то Что новый главный тренер у второй команды У резервной Причем он иностранец, он испанец Франк Артиго Пришедший из Академии Внимание, самой Барселоны И вот первая игра Второго состава под руководством испанцев Судя по счету удалась Была добыта победа Со счетом 4-2 Над клубом Дубай Юнайтед Если мне память не изменяет Локомотив пытается провести атаку Своим правым флангом Мяч находится на дальней бровке Но продвижение вперед не получилось Уже задорожников Аут в пользу Родина Родина клуб первого дивизиона Это дебютант первой лиги Команда в прошлом сезоне успешно выступила Причем под руководством другого главного тренера Бояринцева А затем уже, когда команда получила повышение в классе Высшим клубным руководством было принято решение доверить команду Уже в первом дивизионе Дмитрию Парфенову Клуб молодой Подчеркиваю частный Это достаточно редкая история для нашего российского футбола И быстро Родина продвигается Имеет амбициозные планы Да, сейчас вот пока команда занимает скромное 12 место в первой лиге Но еще раз повторяю Есть планы на то, чтобы как можно быстрее продвинуться выше И даже попробовать забраться в премьер-лигу Отставание от первой четверки существенное Но вот судя по тем интервью, которые мне удалось прочитать И игроков, и тренеров Все очень хотят хорошо, плодотворно поработать на зарубежных сборах И попытаться сыграть успешней, чем в первой части Во второй Тем более, что оптимизма добавляет вот та замечательная концовка В чемпионате первой части, которая удалась футбольному клубу Родина Там пять туров подряд эта команда не проигрывала Три победы, два ничейных результата Но если действительно во второй части вот так же будут уверенно играть Как и перед Новым годом Футболисты это команда Как знать, может быть действительно они и сумеют воплотить свои Еще раз повторяю, наполеоновские планы И подберутся к первой четверке Но пока это только планы, пока это только мечты Баринов играет назад И с мячом уже центральные защитники Локомотива Еще раз отмечу По гостам 18-летний центральный защитник 59 номер Кузьмичев чуть постарше, но тоже еще достаточно молодой игрок Ну и обращает своим возрастом прежде всего И доверием со стороны тренерского штаба 43-й номер Локомотива Щетинин 17 лет этому молодому дарованию У нас небольшая пауза возникает Я думаю, все в порядке Думаю, серьезных глобальных проблем Не будет у Калмыкова Этот футболист известный Перешел из московской торпеды Сейчас наравне с Тимошенко, которого нет Сегодня на поле с первых минут Лучший бомбардир Впереди, впереди в поле! Своей команды в чемпионате в первой лиге На счету Калмыкова Такого мощного, таранного типа форварда Злого, по-спортивному, наглого Четыре забитых мяча Есть новички Есть новички в составе Родины Сразу же следует это отметить И кого мы видим в стартовом составе из новичков Олега Дмитриева Три-четвертый номер, полузащитник Перешедший из факела Опытнейший Мухаммад Султонов Игравший совсем еще недавно за торпеды И имеющий, ну просто фантастический Какой-то необыкновенный опыт Он с тремя клубами Выходил из первой лиги Тогда еще и с ФНЛ В российскую премьер-лигу С Ротером, с Нижним Новгородом И с торпеды Вот с таким опытом теперь приходит он В Родину Которая, еще раз повторяю Мечтает о том, чтобы Ну может быть не схода, не сразу Но в ближайшей перспективе Действительно вырваться из ФНЛ Уже в класс сильнейших Российского клубного футбола Также еще отмечу Руслана Фищенко Это тоже полузащитник Центральный, обычно в опорной зоне играет Перешел он из Уфы Вот то, что касается новичков Футбольного клуба Родины Эта команда только что попыталась провести быструю резкую атаку В результате фиксируется нарушение правил Как раз этот штрафной для своей команды заработал новичок Султон У мяча Олег Дмитриев С левой ноги Ну не знаю, с этой дистанции имеет смысл бить Поворотом Латратовым, наверное, будет подавать В стеночке Игнатьев Так, внимание к этому эпизоду Что нам продемонстрируют в атаке футболиста Родины Навес, там борьба И удар с хода, удар с лета Кстати, знаете, удар получается Мяч хорошо там лег на подъем Но самоотверженно сыграл игрок Локомотива Принял этот мяч на себя Локомотив отбивается Подбор будет за соперником железнодорожников Аут В пользу команды, играющей в светлой форме Из боковой Футболист, который совсем еще недавно был в Родине 2 Шадринцев собирался ввести мяч в игру Но затем уступает это право своему партнеру Дмитрию 23 года Начинал он в Чите Затем уже оказался в Москве Был в Родине 2 Сегодня играет, еще раз повторяю, с первых минут За главную команду Бытоков из-за боковой Там возникает напряженность Штрафной локомотива Лантратов подсказывает Чтобы партнеры действовали внимательнее, четче И Аликин, ветеран команды Возвращается назад Подключался только что Шел вперед Аликин возрастной игрок Ему 38 лет Он за Уфу огромное количество матчей сыграл Но вообще является воспитанником перского футбола Да, практически все, без исключения На сборах Зарубежных сборах Локомотива И еще, напомню, ЦСКА ОКО предлагает, друзья, вашему вниманию Погоснов Сыграл на Кузьмичева Кузьмичев делает передачу вперед Что можно сказать о двух центральных защитников Помимо их возраста Помимо их возраста Я уже отмечал Михаилу Кузьмичеву Хорошо знакомы Как и других молодых игроков Локом Михаилу Кузьмичеву 38 лет Тренер молодежной сборной Но появляется информация о том Что вполне вероятно Он сосредоточит все свое внимание Все свои тренерские усилия и таланты Именно на работе с клубом С Локомотивом Контракт у него вот буквально Перед Новым годом Истек с РФС И есть такая вероятность Что ему не будет Я думаю, по обоюдному согласию Предложен новый контракт И будет у молодежной сборной уже новый главный тренер Но это, как говорится Не то чтобы предположение Это скорее вот такая информация Которая распространяется в СМИ И, как говорится, информация к размышлению Миранчук Еще раз подчеркиваю Автор голевой передачи В первом матче Против узбекского Бунеткора Начинает атаку своей команды Игнатьев на острие Правый фланг работает у железнодорожников Мяч уже в штрафной И удар Створ ворот В ближний угол На месте Баринов Сегодня у нас два Бариновых на поле Ну, капитан Локомотива Дмитрий Баринов А у Родины вратарь Даниил Баринов 23 года этому голкиперу Был он в Академии Спартака И, внимание Был он в Академии Локомотива Успел поиграть за клуб Носта И Футбольный клуб Куба Посмотрю сейчас его статистику Ну, вот на первых минутах Он себя Не то чтобы проявил Он просто хорошо Сделал свою вратарскую работу Не потерял позицию Надежно прикрыл Ближний угол И этот мяч технично Забрал Там, как я понимаю Камано Ситуацию обострял Так вот Статистика Сегодняшнего Основного голкипера В конкретном матче Родины Даниила Баринова Баринов провел Семь игр в чемпионате Пропустил шесть мячей У него Три сухаря В активе Заиграл он С одиннадцатого Тура И, когда он был В воротах Его команда Сумела набрать Одиннадцать очков Больше игр Восемь провел Сангаре Еще один голкипер Достаточно интересный Талантливый Но вот Начинал он Как основной голкипер А сейчас все-таки Больше Находится в расположении Родины 2 В запасе сегодня Айдаров Вполне вероятно И тренеры Об этом говорили Что дадут Поиграть практически Всем в этой встрече Айдаров Сегодня в запасе Скорее всего Он выйдет Как и многие другие Его партнеры На тайм второй А пока мы видим Баринова в действии На выходе Сыграл он И забрал мяч У самой Линии Штрафной площади По Айдарову Шесть игр И он пропустил Три мяча И дважды Оставил свои ворота В неприкосновенности Основной голкипер Локомотива Худяков Сегодня в запасе В прошлой игре Он Выходил в основном составе Сегодня уже выйдет После перерыва И Лантратов играет Этого вратаря Мы с вами хорошо знаем Он здорово себя Зарекомендовал В Химках И теперь Повышает Скажем так Конкуренцию Во вратарской линии Локомотива Не будем звать Что еще есть ветеран Гильермо Который Столько лет веры И правды Как основной голкипер Даже как капитан Служил Железнодорожник Позиционные атаки Родина С мячом Фищенко Не рискнул делать Пас вперед Назад Через одного Из своих Центральных защитников Пытаются встречать В момент приема Мяча Футболисты Локомотива Своих оппонентов И в конце концов Вот это подобие Прессинга Заставляет ошибиться Одного из защитников Родины Аут И быстренько Мяч Введен В игру Из-за боковой На флангах В обороне Локомотива Тикнизян И Живоглядов Вот как раз Тикнизян Он играет слева Живоглядов Справа И опять мяч Уходит туда На дальнюю убровку Где Локомотив Комбинирует Четинин Хорош был в подыгрыше Живоглядов Поддерживает атаку Но передачу Делает слишком сильно Вперед На товарища По команде Тому не хватает Пространства Мяч уходит За пределы поля Небольшая пауза И вновь крупным планом Даниил Баринов Кстати немногие знают Что Лантратов Перешедший из химок 27-летний галкипер Который начинал свою карьеру В городском салюте В 2014 году Был в локомотиве Но в тот момент В отличие от нынешнего Текущего момента Он был менее Конкурентоспособен И затем уже Перебрался В другую команду В его карьере До химок Еще были Балтика И факел И вот получается так Что Лантратов Возвращается В локомотив Большие нагрузки Получают футболисты Как одной Так и другой Команд Понятно Это сборы Тем более Первые сборы И здесь во многом Делается упор На повышении Функциональной готовности У нас уже была возможность Прочесть не одно интервью Еще раз отмечу Как здорово Плодотворно Творчески Работает Пресс-служба Локомотива Все те Так вот Футболисты признаются Что нагрузки Большие Серьезные Новый тренерский штаб Предлагает Нагрузки Не в сравнении С теми Что Предлагалось Футболистам Локомотива Немецкими специалистами Которые еще совсем Недавно Возглавляли Футбольный клуб Лока Ну бросалось в глаза По ходу Первая часть чемпионата Что Локомотив Порой очень часто Как бы провисал В игровом плане Не хватало Физики И были Серьезные вопросы В плане Физической готовности К тренерскому штабу Ну и не только В плане физики Иначе бы Командова Не оказалась В столь трудном положении Еще раз напомню Перед паузой В чемпионате Железнодорожники Обосновались в зоне Стыков Вот хорошая атака Опасная ситуация Галкипер идет на выход Его страхуют Защитники Там столкновение Иранчук боролся С Бариновым С Данилом Бариновым И У вратаря возникли Некоторые вопросы К арбитру Возможно он считает Что против него Там фалил Миранчук У суди Другая точка зрения Дает побороться И в результате Назначает Угловой Хороший был Такой обостряющий Заброс В район 11-метровой отметки Очень смелый Самоотверженно Играл Даниил Баринов И в результате Он последнего Мяча коснулся Корп Вот С этого уже Угла поля Тогда на 10-й минуте Миранчук Сделал голевой Навес На Игнатьева Подача Нечто подобное Мы сейчас видим И посмотрите Практически Как под копирку Гол Только не головой А ногой Сейчас он забит И как понимаю Не Игнатьевым А Камано Ну и передача Миранчука От угла поля Просто восхитительна Смотрим У нас есть возможность Увидеть повтор И вот Завершающий удар Камано Выныривает он Из-за спин защитников Успевает Первым К этому мячу И буквально Вгоняет его В сетку ворот Ну С двух метров Счет открыт На 16-й минуте Камано Автор Голевого Паса Так же Как и в первом Контрольном матче Локомотива Против Гудеткора Опять-таки Миранчук Его брат Вновь Здорово Сыграл В чемпионате Италии Вновь забил Забил хороший Гол Принес своей команде Успех Ну а Антон Миранчук От него и требуется Такая игра Созидательная Потому что он Обладает Прекрасным пасом Он должен вести И игру своей команды И при стандартах Должен себя проявлять Чем он и занят На этом сборе В Объединенных Арабских Эмиратах Две голевые В двух матчах Уже На счету Одного из лидеров Лока Антона Миранчук Ну не разобрались При стандарте Не углядели Не досмотрели Защитники И не только Защитники Родины И вот А тем Баринов Вынужден был Вынимать мяч Из серти Собственных сторон Здесь никаких проблем Не возникает У Лантратова Спокойный Илья Забирает этот мяч Сматривается Вдаль поля Но не стал он Вводить мяч Далеко рукой Или ногой Выбивать на чужую половину поля Через ближнего Действует Новый Галкипер Локомотива Что мы знаем О новичках Чуть подробнее О новичках Футбольного клуба Родина Олег Дмитриев Полузащитник Академия Торпеда Динамо В его карьере Поиграл В Литве Был в Калининградской Балтике Ну и перешел Из факела Игрок уже Достаточно опытный Сложившийся И должен безусловно По идее Принести Пользу Своей новой команде Бухат Султанов 30-летний Еще раз повторяю Очень опытный Полузащитник Академия ЦСКА Был когда-то В Локомотиве Во второй команде Играл достаточно долго За железнодорожников Также выступал За Спартак Изнальчика За Тосна За Шинник И вот Из торпеда Перебрался В родину Дремя клубами Выходил в РПЛ Вот Какая интересная история Кстати За торпеда В первом дивизионе Он забил 15 мячей Простите Опасно атакует Родина Борьба Но отвоевали Этот мяч Железнодорожники Удачно действуют В обороне Погоснов К тому же Он Не позволил Сопернику Хотя бы угловой Заработать Не он Последний мяч Акасулс А вот здесь Ошибочка Здесь Брак В передаче От 18-летнего Центрального защитника Играл он Левее И в результате Мяч подарил Сопернику Воропаев Отдает мяч Партнеру Который видимо Может метнуть Мяч далеко В штраф Но это Байтуков 19-й номер Так и есть Мяч летит Вот сюда И возникает Момент И что там Дотягивается До мяча Лантратов Если так То он вручает Свою команду Продолжают Атаковать Футболисты Родины И Такие Неприятные Мгновения Сейчас Я думаю Пережили Поклонники Локомотива Вполне Родина Могла Счет Сравняк Гордюшенко Хорошо нам Известный По выступлениям За ЦСКА В начале Этого сезона Перешел Он в Родину Родина Показывает Что Несмотря на Пропущенный Гол Эта команда Может предъявлять Серьезные аргументы Впереди В атаке Комбинировать Создавать Предпосылки К тому Чтобы счет Сравнять Но пока Впереди Железнодорожники Комано На 16-й минуте После углового Забил Неся удар Буквально С 2-3 метров Поворотом Соперника Вот этот эпизод Аут И действительно Это удар Поворотом Калмыкову Он удался Из сложного положения Мощный фактурный Центральный нападающий Бил До мяча Добирается Дотягивается В падении В красивом броске Илья Лантратов Это его сейв Удачно сыграл Голкипер Так вот Возвращаясь К новичку К Султонову За торпедо В первом дивизионе Вот как раз В том сезоне Когда команда Выходила В РП Он забил 15 мячей Сделал 12 голевых Передач И стал Лучшим игроком Лиги Был признан Тогда Лучшим игроком ФНМ Здесь нарушение Судя по всему Щетинин Был неправ В этом игровом эпизоде В единоборстве Воропаев Назад Воропаев играет Мячом уже Баринов Тот что вратарь Футбольного клуба Родина Баринов Хороший перевод Дальше попытка Прорваться По левому флангу Не увенчалась Эта попытка Успехов Живоглядов И за боковой Ну Живоглядов Уже Можно смело говорить Игрок Действительно Опытный Вопустник Академии Динамо Кстати До того Как оказаться В Академии Динамо Он три года Провел В школе Локомотива Ну и был Динамо И в общем-то Очень здорово Себя проявлял В свое время В Уфе С 19-го года Он в Локомотиве Вот он На ваших ган Есть еще новички И вполне вероятно Мы увидим В тайме втором Я говорю пока Про родину Кирилл Колесниченко Полузащитник Пришел Из Урала На это Также следует Обратить внимание Ну и Также Мы видим Что сегодня С первых минут Играет Под шестым Номер Фищенко Бывший Футболист Уфы Гранчук Работает В отборе Партнеры Пытаются Помочь Вот такой Вот эпизод Когда Не успел В общем-то Как следует Мяч протолкнуть Ударить по нему Игнатьев Еще один эпизод Попытка пробить В ближний угол Гранчук Чуть не точно Но вот За короткий срок Локомотив До этого Некоторое время Проводивший В основном Обороняясь Показал Вновь Зубы В атаке Игнатьев Там готов Было вырваться Один на один Надежен Был на выходе Баринов И тут же Обострил ситуацию И сумел Нанести удар Из предела Штрафной Антон Миранчук Пытоков Назад Через свой угол Кипера Баринов Вперед Локомотив Мяч Быстренько Вперед Под контроль И там Камано Пытается прорваться Вперед Сложновато В окружении Соруженецкий Соперник оказался И вот шанс Для контратаки У Родины Впервые в этой встрече Вернадо Сделает точный пас И передача Проходит Налево Удар Поворотом И вновь Ландратов Хорош И вновь Илья Вручает Свою команду Очень надежно Действует Уже Во второй раз Практически Подряд А Родина Провела Великолепную Контратаку Она бы была Блестящей Если бы удалось Пробить Ландратова Если бы он Не выручил Свою команду Но все равно Перехватили мяч И здорово сыграли И была поддержка Как и слева Так и справа Пас пошел Налево Это Гордюшенко Заметил Партнера И Справенько Исполнял Попадал Створ Калмыков Но вратарь Лока Сыграл здорово И здесь он Мяч забирает Дал команду Играю А теперь надо Быстро вести мяч В игру Попробовать Это сделать Что нам и демонстрирует Ландратов Это уже середина Первого тайма Ну Я скажу Что очень прилично На фоне Локомотива Выглядит Представитель Первой лиги Футбольный клуб Родина Моментом Не уступает Не отстает И пожалуй Что игроки Родина Посерьезней Пару раз Проверили Готовность К этой встрече Голкипера Локомотива Поменьше Было Работы У Голкипера Родины Баринов Но в тех эпизодах Когда ему нужно было Тоже вступать в игру Он делал это Повратарски Верно Правильно Технисян За боковой Рядом Миранчук Он и получает Мяч Назад В центре Обороны Еще раз повторяю Кузьмичев Упогостнов Работает Рядышком с ними Вот мы видим При Начальной стадии Атаки Все время Оказывается Капитан Баринов Его дальнейшая Судьба Пока Как говорится Не решена Правда Переговоры Между Локомотивом И Бешикташем Встали на паузу Не удается Согласовать Финансовые вопросы То, что предлагает Бешикташем За полузащитника Капитана Бешикташем Отдан Есть такая Смотрите Какой был момент Надо было Только достать Этот мяч И просто Расстрелять Лантратова Вот такой вот Эпизод Хорошая атака Запоминающаяся Локомотива Оценить ситуацию Он навешивает Опасный момент Разводит руками По-моему Миранчук Подсказывая Рефери Что там был толчок И нужно назначить Одинцеметровый удар Арбитр назначает Но не пенальти А угловой Показывает Что Должны Железнодорожники Выполнить угловой Первый корнер Привел К взятию В ворот Даниила Баринова Думаю Что опять будет Миранчук подавать Ну конечно Конечно Антон У него это здорово Получается Опять короткий Разбег Навес Борьба Центральные защитники Локомотива Подключились Но никто из них Пробить не смог Миранчук Бьет Сильно бьет Ой-ой-ой-ой Что мы сейчас С вами увидели Вот это да Это просто шедевр Это просто красота Ну вот смотрите Братья что нам демонстрируют Правда один в Италии Представляя интересы Клуба Сириат Другой пока на сборах Но радуя поклонников Локомотива Чудесный Роскошный Шикарный Невероятный удар В дальний верхний угол Антона Миручника На тридцатой минуте Это действительно было Впечатляюще 2-0 Смотрите опять все после углового Хотя сейчас и не подача Просто как бы уже вторым темпом Атаковал Локомотив Ну какой удар В самую паутиночку Отчаянный бросок Даниила Баринова Не привел к успеху Галкипера Ну тут какие вопросы Надо было встречать лучше А главное накрывать Удар Миручука Это уже претензия К защитникам Родины Я думаю Дмитрий Парфенов Строго за это спросит Несмотря на то что Эта игра имеет Статус контрольной встречи Султонов Прошел по флангу Доставил мяч в штраф Но на выходе Без каких-либо проблем Играет и мяч забирает Илья Лантрат Локомотив неплохо выжимает В первом тайме Из своих моментов Голы Конечно же не Стопроцентная реализация Но все равно Достаточно высокая Но при этом Не будем забывать Что у Родины Тоже были свои моменты Ну и Илья Лантратов Выручал Гранчук У Миручука Отличные цифры Вторая контрольная встреча Две голевые Гол И гол который Я думаю Сейчас разлетится По интернету И им будут Восхищаться По всему футбольному свету А не только у нас в стране Далтионову Мы видим там На дальнем плане Своих эмоций Он не выдает Ну следует отметить Что у футбольного клуба Родина Ну просто Если посмотреть На тренерский штаб Это просто Сразу же какая-то Ностальгия Возникнет Прежде всего У болельщиков Спартака Дмитрий Парфенов Главный Так момент Мог возникнуть Здесь на подстраковке Классно работает Егор Погосов Выбивая мяч За боковую Дмитрий Парфенов Главный тренер Ну а далее Если посмотреть Кто ему помогает С нападающими Работает Владимир Бесчаст Помогает Парфенову Юрий Кофт Александр Павленко Все это в прошлом Спартаковские футболисты Причем такие видные игроки Которые умели демонстрировать Высокий класс На футбольном поле И были действительно Любимы своими болельщиками Ах вот если бы удалось Передачу Сделать со своей половины поля Вот чуть раньше На ход Комано И тот не оказавшийся В положении вне игры Потому что он Выбегал со своей половины поля Мог буквально Из центрального круга Убежать один на один С Бариновым С галкипером Родин Угловой В ворот Лантратова Илья руководит Уверенно Всех расставляет По своим местам Держит оборону Не только защитников В тонусе Решенко будет подавать Решенко имеет опыт Даже выступления На международном Клубном уровне Подает Мяч пошел на ближний угол Площади ворот Не сразу Но все-таки Разрядили обстановку Игроки Локомотива Последовал вынос И мяч даже ушел На Другое поле Возвращаясь к спартаковскому Скажем так Со спартаковским Прошлом Тренерскому штабу Родины Хочу отметить Что буквально На днях 20-го числа У Александра Павленко Был день рождения Команда Команда его поздравила Тренеру Был преподнесен Мяч перекочевал На противоположный фланг А вот здесь Поаккуратнее надо играть Если уж идешь в обводку То обыгрывай Чуть не потерял мяч Там по-моему Живогляд Да, Родина на 12-й позиции Закончила первую часть чемпионата В первой леге 5 побед 7 ничьих 8 поражений 19 мячей забито 25 пропущено 22 очка Позволит чуть-чуть себе Поиграть цифрами Вот такая вот статистика Меньше Родины В первом дивизионе Забили 7 клубов Больше пропустили 4 клуба Больше ничьих Только у трех команд И знаете, какая одна из главных проблем В первой части у Родины Это выступление Это сбор очков На своем поле На своем поле Только 6 набрано было очков А вот в гостях 16 собрали Куда более богатый урожай Дома одержали только одну победу В ноябре Переиграли Волгу Ульяновскую 2-1 А в гостях Один из лучших результатов У Родины По набранным очкам Больше очков набрали только Команды, которые явно претендуют На повышение в классе Это Балтика, Алания И Рубин Правый на штрафной Получают подопечные Марфенова Вот момент Когда Грязновато Сыграл в этом игровом эпизоде Погоснов Момент Даже удар по воротам Играл там на выходе Лантратов Не слишком далеко Мяч выбил Активен Активен Семнадцатый номер Родины Мухаммад Султонов Хорошо он работает На правом фланге Ряд его передач Были действительно Очень-очень опасными Ну и штрафной Вот Недавний штрафной Он заработал Из своей команды Именно его За футболку Прихватывал По ГОСТам Активно разминаются Футболисты У меня уже есть Информация о том Что Как у Локомотива Так и у Родины Полностью должны Поменяться составы То что касается Второго тайма Здесь Щетинин Прихватывает Капитана Родины Аликина Вот момент Здорово сыграно Защитник Буфет отправлен А затем пробить Все-таки не получается Страховка работает Очень самоотверженно Действуют Защищая свои ворота Защитники Локомотива А Родина Продолжает атаковать И Я чуть было Не нырнул в ближний угол Но не теряет Длительности Лантратов Многих конечно же Интересует А увидим ли мы сегодня Перешедшего Из крыльев Теперь уже 18-летнего Игрока Не только Лока Не только В прошлом Крылью Советов Но и сборной России Речь о Пеняеве Но нет Сегодня он так же Как и В прошлой Товарищеской игре Не примет участие Ничего страшного Ну просто есть Небольшие проблемы Со здоровьем И этим самым Драгоценным здоровьем Талантливого игрока Одного из самых Талантливых игроков В чемпионате России Не решаются рисковать Тренеры Локомотива Еще не пришел тот момент Когда в полной Боевой готовности Находится Пеняев А вот Глушенков Так же как и Пеняев Перешедший Искры Лев Должен будет выйти Во втором тайме Отмечу Что Максим Здорово смотрелся В ряде эпизодов Просто классно Смотрелся Во втором тайме Когда он Стал играть В игре против Будеткор Локомотив Посмотрите До конца Тут все бьются И вратарь С одной стороны Очень смело играл С олимпийским спокойствием По-моему Даже пытался В площади ворот Баринов Обыграть соперника Но в конце концов От ноги Голкипера Мяч уходит За пределы поля Очередной угловой Заканчивается 38-я минута Контрольного матча Локомотив Родина Миранчук Не устает Выполнять стандарты Но мы видим Крупным планом Миранчука И сразу же Перед глазами Его просто Невероятный выстрел Из-за предела В штрафной На 30-й минуте Ну какую же Красотищу он Отгрузил ворота Соперника Завалил Просто Сумасшедший гол А здесь уже Фолл в атаке Фиксирует рефери Да В локомотив Перешли Из крыльев Пеняев И Глушенков Ну и команду Покинули Игроки Легионеры Я уже сказал Перешедшие В другие клубы В аренду Да Ну и третий Новичок От Лантратов Сегодня он играет И играет очень прилично В первом тайме Если ему удастся В оставшиеся минуты Оставить свои ворота На замке А он будет К этому стремиться Безусловно У каждого уголки ДНК Не пропустить Пусть там команда Будет 10-0 выигрывать Не пропустить Не пропустить Это в крови Вновь Достаточно опасно Атаковали Футболисты Родины Скоро перерыв Ну а затем Многочисленные замены И будут уже Другие составы Локомотивы Родины Противостоять Друг другу В первом тайме Более успешен Состав Железнодорожников 2-0 Эта команда Выигрывает Благодаря голам Камано И Мирончука Мирончук Локомотив не форсирует события Неспешно контролирует мяч Используя короткие передачи Паринов И назад Через своих центральных защитников Так вот Возвращаясь опять-таки к статистике Еще раз отмечу Что на выезде Четыре победы Четыре ничьих Только три поражения И даже плюсовая разница Запитых и пропущенных мячей У Родины Здесь столкновение На линии штрафной Арбитр показывает Играем Нет фола Камано Его преследуют сразу Два соперника И мяч Родина себе возвращает Но правда Приблизиться к штрафной Не получилось Старается играть Сосмело В современной манере Данил Баринов Галкипер Родины Здесь было сыграно в мяч Здесь было сыграно в мяч И не было нарушения правил Стороны Погосного Хотя так знаете Рисковал И он Казалось что укладывает На газон Уэсли Бразильцы Но нет Нет Там в начале сыграно в мяч Арбитр это видел Поэтому Не нашел оснований Для того чтобы наказывать Железнодорожников В 11 метровом удар Пошире Направо Хорошо Смещение Тонов Затем все-таки Точную передачу он делает Хотя еще он Раз хочу сказать Он выделяется На фоне своих партнеров В первом тайме Точно полезно действует С хорошим КПД И как говорится На опыте Щетинин Этого опыта 17-летний 43-й номер локомотива Только-только набирается Варинов Поворотом в верхний угол Миранчук Как говорится Трактором не вытащишь Но вот не стали На те же грабли наступать Миранчук Теперь уже только Находившись левее Смещался правее И ждал Ну не знаю Может быть ошибки соперника Но он искал свой момент Вновь для удара Так и не нашел Потому что ему уж там На ногу сели Так как надо было сесть Последние минуты Первого тайма У одного из лучших Бомбардиров Родины Который играет Сегодня с первых минут Клмыкову Был момент для того Чтобы забить Возможно во втором тайме Мы увидим другого Бомбардира У которого столько же На счету 4 мяча Ивана Тимошенко Посмотрим как он Будет себя проявлять Ну а лучшим бомбардиром В чемпионате У Локомотива Является Антон Миранчук Забивший 5 мячей Правда немал Забил он голов в спинате У него 3 голевые передачи А Чаще с игры У Локомотива Забивал Игнатьев 4 мяча Забил уже он И на этом сборе Только не в сегодняшнем матче А в предыдущем Кстати В лучших ассистентах В РПЛ В составе Локомотива Ходит не только Миранчук Но и крайний защитник Живоглядов У него также Три голевые передачи Родина атакует Левым своим флангом Там стык Рефери характерным жестом Показывает Играем На свисток не сажает И правильно делает Достаточно Такой динамичный у нас получается Первый тайм Князян Комано Центр Куликов Направо играет И играет Неудачно Куликов А по центру Там Игнатьев Открывался Призывал Куликова Ему мяч покатить Не дождался Не очень верное решение От центрального полузащитника Ну и в результате Эта потеря Не приводит к контратаке Стороны Родины Потому что Рефери дает Свисток На перерыв Первые 45 минут В контрольном матче Локомотив Родина Только что завершились Локомотив успешен По итогам первой половины Он выигрывает Со счетом 2-0 Авторы голов Комано И Миранчук Совсем скоро Появятся новые Действующие лица И мы с вами Будем смотреть Тайм второй А пока Перерыв Субтитры сделал DimaTorzok Банк Катание Катание Банк Удобно отдаем. Давай, Тереки у тебя остальные мячы. Пойдем. Керчевец. Керчевец. Сразу прием. Давай, уручки. Умница, Браво, Сереки. Браво, Браво. Не торопитесь. Не спеши. Ну, а что ты делаешь? Не спеши. Уручки. 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 Ура. 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 Давай, вниз. Вниз. Буквально четыре удара. Один. Сейчас с утра. Не очень. Один. Вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх. Вверх, вверх. Вверх, вверх. Вверх, вверх. Вверх, вверх. не пахает туда все уже в ледо там все на слепо а рукой бросил и ногой в ледочку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА